Христос народывся! Иисус народился! Слава Ему! Благодарность Ему, нашему Господу, Отцу Небесному, что так произошло! Мы вспоминаем это событие, и оно известно, но снова и снова как-то трепет приходит. Мы сегодня радуемся и утешаемся, потому что эта радость пришла не только для Израиля, но и для всех людей. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! И я хотел бы сегодня, перед тем, как мы будем еще молиться, напомнить несколько мест Священного Писания, кратенько порассуждать и возблагодарить Господа за это чудесное, славное имя, которое Он нам подарил. Первое место – это первое послание Тимофею, апостола Павла, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелам, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И второе место – послание к римлянам, 14 глава, 24-26 стих. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему, апостол Павел говорит, и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере». И третье место – это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу от Единородного, от Отца. То, что сделал Бог во Христе, перевернуло весь мир. И мы знаем, что летоисчисление именно началось, наше летоисчисление началось, когда это произошло событие. Новая эра в истории всех на этой земле. И мы немножко порассуждаем, что именно апостол Павел в первом отрывке, который мы услышали, о той беспрекословно великое благочестие тайна. Что за беспрекословность? Это слово, оно выражает без возражения оговорок, безоговорочно, вне всякого сомнения. Это великое благочестие тайна. И мы рассмотрим немножко вот те шесть или семь моментов, где апостол Павел очень четко, как бы мы можем здесь сказать, выражаясь, что как бы мини-евангелие, или символ веры, или можно сказать, как песнь в этом одном стишке апостол Павел выразил Тимофею, когда он писал это послание. Что он говорит в первое выражение? Бог явился во плоти. То есть, принял человеческое естество, или можно сказать, воплотился, родился на эту землю, вошел в образ или стал человеком. Это тайна. Тайна великая. Тайна благочестия. Мы не можем до конца осмыслить и порою долго начинаем понимать, рассуждать, исследовать, как это произошло. Как произошло съединение нетленного с тленным, вечного с временем. Наш разум, он перестает работать, рассуждая, как это, будучи Богом, сошел на землю, воплотился. Как это произошло? Но он оставался сто процентов Богом, сто процентов человеком. Как это произошло? Кто может из нас, человека, объяснить до конца, чтобы мы все поняли, это тайна. Явление Бога воплоти, названного апостолом Павлом, как бы великой тайной благочестия. Бог явился воплоти. И следующее двустищее, или выражение, оправдал себя в духе. Подтвердил то, что он является Богом. Христос врачует, мы знаем, Евангелие открывает. Он исцеляет всякую болезнь. Он изгоняет демонов. Он воскрешает мертвых. Повелевает стихиям. Дает силу чудодейственной своим ученикам. Через только лишь свое имя. И ученики пошли и делали его имя. Они возвратились и говорит, бесы повинуются нам. Но Господь говорит, не радуйтесь ему, не радуйтесь, что ваши имена написаны в книге жизни. Оправдал себя в духе. Следующее выражение. Показал себя ангелам. Евреям. Автор говорит в первой главе, шестым стихом так. Да поклонятся ему все ангелы Божии. И на протяжении всей земной жизни мы знакомы, читаем и воспеваем, окружали нашего Иисуса ангелы. Смотрите, когда произошло зачатие, благовещено было ангелом Гавриилом. Когда рождение воспевали хори ангелов на небесах, слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволения. Там присутствовали ангелы при посте в пустыне. Когда молился со связами в Гефсимании, ангелы укрепляли и служили Иисусу. Его воскрестение возвещено ангелами, женщинам мироносицам и также ученикам своим. Когда он возносился, также присутствовали ангелы. Показал себя ангелами. Ангелы поклонятся, все живущие на земле поклонятся ему. И дальше проповедан народом. После сошествия Духа Святого в Дни Пятидесятницы написано так, обетование Иисуса Христа, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли». И это обетование, оно пришло, как было напомнено, не только еврейскому народу, но всем нам. Это радость спасения, обетование жизни вечной, богопознание, оно принесло всему человеческое. Пусть имя Господа прославляется и в нашем собрании слава Ему. И дальше проповедан народа, дальше принят верою в мире. Апостол Павел пророчески созерцал будущие времена. Было 12, было 70 учеников, но они в трудностях, в испытаниях, они были рассеяны. Как же, Павел, ты один проходил многие страны и народы, и говоришь такое слово, принят верою в мире. Так произошло. Прошедшее с неба логически не объяснишь. Мы это понимаем. Для этого нужна вера. Нужно то, что двигает сегодня всех нас. Нужна вера, где Дева родила, где Бог был распят, где от последователей учеников требуется безропотность, страдания, любовь к врагам. Как это? Наше естество непонятно. Но сила Иисуса, воскресшего Иисуса, восторжествовала над грубостью, над жестокостью миллионов сердец. Произошла перемена в нашем жизни. Слава нашему Иисусу и благодарность. Произошла перемена более двух миллиардов людей. И это действие веры, принят верою в мире. Петр в своем послании, первом, первой главе, восьмой и девятый стих, говорил так. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью, неизреченную и прославленную, достигая, наконец, верою нашею спасение душ, принят верою в мире. И последнее, вознесся во славу». Иисус Христос совершил все, исполнив волю Отца Своего. Видимо, Он покинул эту землю и этот мир. Небо приняло Его до времени, до того момента, когда Он снова придет второй раз на эту землю. Он не был взят, как мы видим в Писании, говорит, что Енох ходил пред Богом и не стало Его. Но Бог взял Еноха, он был взят. Илье было послана огненная колесница, и он тоже был взят. Но наш Иисус, Он вознесся во славе. Слава нашему Господу. И сегодня пред нашим Спасителем и Господом, перед этим младенцем, который возросший, пошел на крест, чтобы явить эту милость для нас также. И сегодня это имя, наш Спаситель, Он достоин хвалы, благодарности. Это знакомая для нас весть, но она оживляется в наше сердце, когда мы поклоняемся живому Богу и благодарим за нашего Господа и Спасителя, за Сына Божия. Мы сейчас это сделаем, преклонимся, возблагодарим, преклоним наш разум и скажем, Отец Небесный, мы благодарим за Иисуса, за нашего Спасителя, сделаем это. Пусть имя Его прославится, слава Его, аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, слава и благодарение Тебе. Мы сердечно желаем снова и снова преклоняться пред Тобою, нашим естеством, нашим разумом, нашим Господь Иисусу сегодня коленями, сердцем нашим, ибо Ты достоин славы. Наш Господь, Отец Небесный, Иисус Господь, Дух Святой, мы благословляем имя Твое. О, мы благодарим Тебя и славим, ибо Ты достоин. Аллилуйя. Ты пришел, чтобы спасти, Ты пришел, чтобы дать нам жизнь вечную, Ты пришел, чтобы нам познать Всевышнего Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Хвала Богу нашему. Аллилуйя. Прославься сегодня в детских сердцах, в отцах и матерях. Сегодня те, которые имеют какие-то нужды, проблемы, болезни. Да прославится имя Твое, Иисус Господь, ибо смолкает наш разум. Мы понимаем немножко, Ты великий и славный. Да будет расширено наше сердце. Да будет дана Духа Святого способность и благодать Твоя. Да прославится имя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.